Добрый день, друзья! С вами я, Екатерина Романенко. Вы смотрите наш канал Переезд Краснодара в Краснодарский край. Канал для тех, кто планирует перебраться на ПМЖ в город Краснодар, либо в его ближайшее окружение. Напомню, что работаем для вас в радиусе 60 километров от города Краснодара, по самому Краснодару, а также по Черноморскому побережью, от Умирка, Донороссийска, с нашими партнерами. Работаем для вас как с домами, так и с квартирами, с готовыми и со строящимися. Поэтому, если вы планируете перебраться в Краснодарский край, нужна помощь с определением, с рекомендациями по месту выбора будущего места жительства, а также с объектами, пожалуйста, пишите, звоните. Будем с вами выяснять, куда же нам лучше переехать, для того, чтобы соблюсти все ваши интересы. Работаем для вас как агентство недвижимости. Сегодня мы с вами находимся в станице Старо-Величковской, станице Калининского района, которая находится порядка 50 километров от города Краснодара. Будем смотреть с вами вот такой симпатичный домик, в очень бюджетном варианте, по стоимости 4 миллиона 100 на большом земельном участке по сегодняшним временам, 12 соток. Такие участки встречаются все реже и реже. Дом со всеми центральными коммуникациями, полностью жилой. Пойдемте, буду вам все показывать и рассказывать. Хочу сразу обратить ваше внимание, мы прошлись по улице, да, какие широкие придомовые территории. Широкая дорога, хорошие отступы до дома. И когда у нас это все сейчас зацветет, обратите внимание, что уже все вот веточки, да, они прямо уже вот готовы-готовы. Тут немножко тепла, сейчас у нас уже серединка марта, сейчас туда-сюда и все это будет уже прямо зеленеть, цвести, и радовать нас своими фруктами, ягодами, все деревья. На 12 сотках уж точно есть где развернуться. Участок большой, поэтому есть что посмотреть. Давайте будем начинать с фасада. Фасад по ширине здесь небольшой, но с порядка 15 метров. По фасаду металлический забор из металлического листа. И вот с правой стороны от меня за мной расположился гараж, въездные ворота мы с вами наблюдали при входе. Площадка под заезд под машиной перед домом уложена тротуарной плиточкой. Да, вы обратили внимание, заходила. Ну, такая же тротуарная плитка у нас идет здесь в отмостку и в пешеходную дорожку. Пока проходим, давайте сразу заглянем в гараж. С правой стороны кирпичная постройка, капитальная на фундаменте. Это гараж, крыша здесь перекрыта новая шифером. Да, стропила тоже, стропильная система поменена, все. В общем, такой домик для машинки. Очень нужная вещь, как многие мужчины у нас говорят. Далее с вами проходим по участку. С правой стороны также придомовая территория. У меня тут прям плантация клубники видно. И это все плавно переходит в виноградную лозу, которая по лету сейчас все заплетет. Вот эту беседочку виноградную сделает нам приятную такую зеленую тень. А по осени будем ходить и собирать виноград. Итак, друзья, обратите внимание, что мы прошли первую часть участка. И, как всегда говорю, участок поделен на две части. На придомовую территорию и на огород. Поэтому придомовая территория у нас заканчивается забором из профлиста, калиткой. И далее выходим на участок. Ну и также здесь есть старая постройка. Старый был дом, использовался как летняя кухня. Потом зайдем с вами посмотрим. Далее мы с вами переходим к осмотру непосредственно земельного участка. Сейчас тут обойдем, посмотрим, что у нас есть. Участок длинный, можно туда идти прямо, пока пашня не заканчивается. Сетка рабица это еще все наше. Калиточка вторая. Ну и, собственно, спаханная земля, разработанная, это то, что относится к нашему участку, к нашим 12 соткам. Огород. Что здесь у нас есть из деревьев? Есть черешня, вишня, персик, абрикос, айва. Это то, что растет из деревьев. Деревья все плодоносящие. Ну, в целом, огород, место точно есть где посажать. Из надворных построек здесь у нас есть уличный туалет, кирпичный. И также вот в таком облегченном варианте, в упрощенном, сделан летний душ. Справа от навеса, от шиферного навеса, не доходя до калиточки, да, видим, есть скважина. Скважина для полива. Многие спрашивают, поэтому показываю. В данном доме у нас центральная вода заведена в сам дом. А здесь скважина. Держали птицу, держали хрюшку. Кого-то только не держат в станицах. У меня есть такой сарайчик. Можно держать кого-то из живности. Давайте будем переходить к осмотру вот этой вот постройки. Там никакого ремонта как такового не делалось. Вот в старом формате дом, но его не сносят, не убирают, потому что, ну, и можно здесь это все переоборудовать, вынести. И капитальная постройка все-таки существует, да, и сделать здесь баньку, например. Газ сюда заведен, поэтому место уже предусмотрено. Газ, вода, все здесь есть. Поэтому постройку не убираем. По надворным постройкам и по участку мы с вами осмотрелись. Предлагаю приступать к осмотру самого дома. Давайте поговорим с вами про дом. Значит, дом у нас 1975 года постройки. Дом полностью кирпичный, на ленточном фундаменте. 80 сантиметров лента, есть цоколь. Причем цоколь еще у нас, да, там все заштукатурено, облицовано декоративным камнем. Поменены стеклопакеты у дома. Крыша, четырехскатная крыша накрыта шифером. Коммуникацию у дома сказала все центральные. Газ, свет, вода. Все подведено, все функционирует. В общем-то, по коммуникациям есть. По инфраструктуре, где мы с вами находимся. Мы порядка 7 минут от школы. Ближайшая школа у нас ориентир, это на четвертую школу. Две школы в ближайшем окружении. Детский садик порядка 8-10 минут. Ближайший магазинчик порядка 5 минут. Поликлиника в 10 минутах пешком. Ну и порядка 5-6 минут. Остановка общественного транспорта. В станице у нас также есть храмы, рынки, школы. Детский сад проговорили мы с вами. Да, спортивная есть школа со стадионом, амбулатория, почта МФЦ и федеральные сетевые магазины. ДНС даже меня спрашивали. Есть техники, магазин есть, друзья. Нас приветствовал пушистый жилец данного дома. Рад гостям. Давайте будем приступать к осмотру самого жилого дома. Продолжаем с вами осмотр дома. По инфраструктуре вроде бы все рассказала, да, по дому, по коммуникациям тоже. Ну, попадаем с вами вот такая прихожая а-ля кухня. Сразу же, да, площадь здесь составляет порядка 8 квадратных метров. Ну, видите, в каком формате организована рабочая поверхность, плита, мойка сюда. Здесь покушали. И в левую сторону у нас пошел санузел. Санузел здесь достаточно большой. Площадь его составляет порядка 8,5 квадратных метров. Сантехника вся установлена. Все подключено. Канализация здесь септик. На отопление на горячую воду работают два у нас прибора. Колонка автоматическая работает на горячую воду. И газовый котел работает напольный на отопление жилого дома. На полу по комнатам здесь у нас лежит линолеум. Стены под поклейку. Плиточка, плитка потолочная, поклеена на потолке. У дома два входа. Это мы с вами зашли на кухню, получается, со двора. Да, а вот здесь у нас с вами центральный вход. И тогда как-то становится все более понятно. Да, когда мы сбоку заходим, значит, прихожая. Прихожая достаточно большая. Площадь ее здесь составляет порядка 12 квадратных метров. И тогда, получается, в левую сторону у нас пошла кухня, откуда я только что зашла. Да, вот сейчас мы покажем, чтобы было понятно. Далее, рядышком с кухней, с правой стороны расположилась первая жилая комната. Давайте ее посмотрим. Комната по площади 12,5 квадратных метров. Стены оклеены обойми. Также плитка потолочная на потолке. И стеклопакет установлен в комнате. Из нее есть еще одна жилая комната. Комната по площади большая. Площадь ее составляет 13 квадратных метров. Прямоугольная по конфигурации. Стены оклеены обойми. Полы в доме дощатые. И вот сверху это не ковролин, прибит. Это лежат просто коврики. Значит, еще раз стеночки обои и потолок под потолочную плитку. Ну, такой чисто косметический ремонт в доме. Две комнаты данные у нас смежные. Но в целом две жилые самостоятельные комнаты. 12 квадратных метров, 13 квадратных метров. Далее мы с вами возвращаемся в коридор. И из него попадаем в следующую жилую комнату. Комната самая большая в доме. 20 квадратных метров. Прямо 4 окна, светлая. Мне кажется, на воздушной кладе очень хорошая высота потолков в доме. Практически 2,80-2,85 прям высоко. Стены здесь у нас также оклеены обоими. Пол дышат эту покраску. Система отопления. Здесь видим, что отопление паровое, но организовано трубами. В целом мы с вами осмотрелись по всему дому. Площадь данного дома, напомню, составляет 75 квадратных метров. Земельный участок большой по площади 12 соток. Мы с вами в станице Старовеличковская, станице Калининского района. Но стоимость данного объекта вполне себе соответствует цена. Качество 4 миллиона 100. Дом полностью жилой, с косметическим ремонтом. Если такой объект вам подходит, пишите, звоните. Покажем вам его уже вживую. Ну и примите решение, насколько готовы заняться обустройством земельного участка и сделать данный дом своим гнездышком. Если понравился данный объект, мои контакты всегда ниже. А вы подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить уведомления. Вот здесь колокольчики. Для вас выходят новые обзоры, чтобы ничего не пропустить. Ну и также внизу ссылочка на наш телеграм-канал. Если еще не подписались, подписывайтесь, пожалуйста. С вами я, Екатерина Романенко, Центр недвижимости Компромисс. Продолжение следует...